Опытом космических разработок и проектирования спутников поделился Рязанский государственный радиотехнический университет. К ним в гости приехали ученые из Словакии. Знакомства люди науки сразу начали с обмена опытом и осмотра материально-технической базы. Такое оборудование, как мы показываем сейчас нашим гостям, есть далеко не везде. Ну и, соответственно, представители весьма солидных образовательных организаций выходили отсюда немножко грустные. Ну, по всей видимости, их охватывало чувство зависти. Центр управления полетами малых космических аппаратов, центр радиомониторинга, лаборатория проектирования малых космических аппаратов. В Рязанском государственном радиотехническом университете налажены теснейшие связи с НИИ «Фотон» – Институтом обработки аэрокосмических изображений. А сейчас группа ученых и студентов трудится над созданием собственного спутника. Уже готовы первые прототипы. Было дано название этому аппарату «Цалковский Рязань». Мы вошли в программу запусков Роскосмоса, этого спутника официально, и занимаемся его созданием. Сейчас вот здесь как раз, вот вы видите в этой лаборатории рабочие макеты этого аппарата. В свою очередь, профессоры Жилинского университета рассказали о собственных передовых разработках. Их вуз был основан в том же году, что и Радиотехнический университет. Крупнейший научно-образовательный центр Словакии долгое время готовил специалистов для сферы транспорта. А сейчас расширил число факультетов. Ученые и студенты уже создали подземную станцию для приема сигналов из космических кораблей. Ее построили в окрестностях вуза. А на кафедре энергетики они учатся передавать энергию на расстояние. Сейчас делаем очень интересный проект передачи энергии, wireless energy transfer без цепей, без контактного переноса энергии. Это очень интересно для электромобилей, для подготовки батерии электромобилей в работе. На кафедре биомеханических наук ученые сразу нашли практическое применение для своих научных трудов. Они сотрудничают со своим, словацким Гарвардом. Это лучший медицинский вуз страны. Он расположен в городе Мартын. Занимаемся проблемами анализа образов для патологии, для болезней, кансеров, раковины. И тоже сделаем электромагнетическую компатабилитию для биологических систем. Это очень интересная задача. Обмен опытом исследований и разработок друг друга поможет каждому из вузов сделать качественный скачок в научной работе. А значит найти новые совершенные инструменты, чтобы жизнь людей стала проще, безопасней и интересней. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».